Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так корреляция между XRP и XLM Stellar и объясняет ее Дэвид Шварц, технический директор компании Ripple. Как вы знаете, периодически некоторые члены сообщества, по глупости, предлагают Ripple сжечь XRP, который находится на условном депонировании, или сжигать разблокированные монеты, которые не используются каждый месяц. А что Дэвид Шварц подчеркнул, что сжигание этих монет не окажет существенного влияния на цену XRP. Он привел историю Stellar, когда в ноябре 2019 года Stellar Development Foundation сжигал плен запасов XLM, составляющих 50 миллиардов. И после этого цена не продемонстрировала какого-либо значительного роста на XLM. И с этого XLM продолжал двигаться вместе с ценой XRP. И Дэвид Шварц говорит, что у него нет никаких доказательств наличия логического объяснения корреляции цен. Но одним из возможных объяснений является то, что факторы, влияющие на цену XRP, могут быть факторами вне экосистемы XRP, которые влияют как на XRP, так и на XLM. Далее он исследовал две возможные причины ценовой корреляции. И одна из них заключается в том, что рынок считает XRP и XLM сопоставимыми, ведь обе монеты предназначены для денежных переводов. Однако, поскольку XRP больше, чем XLM, его ценовое движение имеет тенденцию тянуть цену XLM. Вторая же причина заключается в том, что есть кто-то или группа людей, которые манипулируют ценой XRP или ценой XLM Stellar, чтобы обеспечить движение обоих активов рядом друг с другом. Также еще одна новость. Напомню, что на платформе Magnetic проходит серия квестов с призами в XRP и Magnetic NFT. Сейчас идет второй квест. И условия получения XRP здесь очень просты. В первом задании нужно купить 0.2 токена МАК в сети XRP Ledger. И за это будет начислен airdrop 16.6 XRP каждому участнику, кто выполнил задание. Прогресс в данном задании уже 182 из 300, то есть осталось всего 118 призовых мест. Во втором задании нужно купить 0.15 токена МАК в сети XAHOW. За это будет начислен airdrop 16 XRP каждому участнику, кто выполнил это задание. И прогресс в данном задании уже 52 из 75, то есть тут осталось всего 23 призовых места. На выполнение второго квеста нам отводится всего 6 дней. Далее нас ждет третий квест еще с более крутыми призами. А для участия в квестах не забудьте установить линии доверия на токен МАК как в сети XAHOW, так и в сети XRP Ledger. Также я напомню вам, что при выполнении всех заданий комьюнити получит гранд приз. Это увеличение награды за майнинг на 25% на платформе Magnetic. Плюс сложность майнинга будет снижена на 25%. И это отличная новость для нас, кто зарабатывает на платформе майнингом пулов. Ссылка на Magnetic будет в описании к видео. Переходите, изучайте и участвуйте в аэрдропе от Magnetic. Также еще одна новость. Эдвард Фарина делает очень интересное исследование о длинной очереди банкиров, основавших компанию Ripple. Так он пишет, что история началась задолго до биткоина. На самом деле Райан Фугер основал Ripple Pay в 2004 году, которому принадлежит торговая марка Ripple Communications, основанная в 1991 году. И Райан Фугер был ее участником. Райан Фугер происходит из рода банкиров. А семья Фугеров контролировала большую часть европейской экономики в 16 веке и накопила огромное богатство. Развитие банковского дела распространилось из Северной Италии по всей Священной Римской империи. А в 16 веке положение Медича в конечном итоге перешло к Фугерам. И сегодня семьи Фугеров имеют филиалы по всей Европе. Они также контролируют транснациональные банки, включая Гонконгскую и Шанхайскую банковскую корпорацию. Что ж, вы тогда можете подумать, какое отношение имеет семья Фугеров к XRP и к обложке журнала Economist 1988 года, на котором был изображен Феникс, намекающий на мировую валюту. Семья Фугеров также чеканила собственную валюту в обращении и называла ее Дукаты. И монеты от чеканиной семьи Фугеров содержали Феникса прямо в центре. И Флер-де-Лис, то есть гербом семьи Фугеров является Флер-де-Лис, который представляет собой корону на вершине Феникса на обложке журнала Economist за 1988 год. Ничего более ясного нет. Райан Фугер разделяет Леонидс и древней банковской семьи на блокчейн. И XRP стоит в авангарде всего этого. Также еще он пишет, что мои прогнозы на следующие 5 лет. Криптолюта XDC свергает эфириум. Мировые резервные валюты, это XRP и XLM Stellar, являются частью корзины валют, принадлежащей центральным правительствам. Также появляется новая стабильная монета, обеспеченная золотом. И возможно будут раскрыты личности, которые стоят за Сатоши Накамото. Также еще интересную находку делает охранник. В мультфильме про элементали, где главные действующие лица это Эмбер Люмин и Вайт Риппл, есть еще один интересный персонаж с именем Флари, что очень созвычно к криптовалюте Флэйр. И там сказано, что он один из соседей Люмина, который берет на себя управление их круглосуточным магазином Камин после ухода Берни. Интересно, что в данном мультфильме нам говорят как минимум уже о трех криптовалютах. Это XRP, Stellar XLM и Flare. Примечательно, что в последнее время Flare хорошо начинает показывать рост после видимого нахождения своего дна. О себе хочу сказать, что через мультфильмы нам говорят о том, какие криптовалюты будут иметь реальное применение и которые не просто выживут, но и будут доминировать. Также еще, Колин Браун пишет, что предупреждение о важном событии. Витчейн только что получил революционный потенциал США, поднимающий эффективность блокчейна на новую высоту. Не моргайте, иначе вы пропустите будущее криптоинноваций, пишет он. И в заключении видео, вдохновляющий график XRP показывает криптобилбулу. И он пишет, скоро придет время, будет стандарт XRP. Не поддавайтесь никаким фут и идите своим путем. В конце нас ждет свет и процветание. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok